Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю жития святых, жития равноапостольного Кирилла, учителя славянского, память 27 февраля, по новому стилю и 14 февраля старый стиль. На долю русского народа выпало редкое счастье получить христианство тогда, когда еще почти не успели выразиться черты национального самоопределения. Христианство не сталкивается тут ни с оформившимся учением, ни с богатым культом какой-либо религии, не находит укоренившихся нравственных привычек или государственных устремлений. Сам язык, еще не запятнанный и гибкий, доверчиво дает устроить в себя сосуд благодати. Одним словом, христианство попадает в души младенческие, и все дальнейшее возрастание их, все внутреннее их устроение совершалось под прямым водительством церкви. Весьма понятно, что народный дух, так сложившийся, не мог не быть существенно православным. Если же прибавить сюда еще природную мягкость русского характера, то станет вполне понятно, что православие должно было запечатлеться на этом воске так, как предназначил промысел Божий. С славными именами святого Кирилла и Мефодия соединяются самые дорогие для славянских племен вообще и для русского народа, в частности, воспоминания. Их вечные славные и памятные труды в составлении славянской грамоты, введение славянского языка при богослужении, в переводе с священных книг на родной славянский язык, положили основание духовному и гражданскому величию славян, их нравственной и гражданской самобытности. Переводом священных и богослужебных книг на родной славянский язык они положили начало нашему вечному спасению. Святые Кирилл и Мефодий не только наши, учителя и апостолы, но и отцы. Они возродили нас духовно, научив своими трудами познать единого истинного Бога. Их святые имена для славянина – синоним православия и просвещения. Особенно в Древней Руси почитался святой Кирилл как первоучитель и духовный наставник не только славянских племен, но и русского народа. Наши летописцы считали его Эдуалии не единственным наставником вистинных веры первых русских князей. Так, после чудесного поражения под Константинополем, Аскольда и Дира, для их оглашения и наставления в христианской вере явился святой Кирилл. Равноапостольную великую княгиню Ольгу наставлял и утверждал в православии тоже святой Кирилл. От греков для ознакомления с христианством являлся. По некоторым летописям к мудрому нашему великому князю Владимиру тоже он. Родные братья святой Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни, в Македонии. Святой Мефодий был старшим из семи братьев. Святой Константин, Кирилл, его монашеское имя, самым младшим. Существует предположение, что они были славянинами, но называются в источниках греками по принадлежности к греческой церкви. Отец знатный и богатый вельможа по имени Лев и мать Мария жили благочестиво, исполняя заповеди Божии. Святой Константин родился в 827 году, и когда мать хотела отдать его кормилице, то он никак не жалопитаться чужим молоком, но только молоком матери. Тогда родители его дали обет жить как брат с сестрой, и так прожили 14 лет до самой смерти. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями. В городе Солуни в то время проживало многочисленное славянское население, язык которого стал с детства знаком и близок к святому отроку. Семи лет от роду Константин видел сон и рассказывал его отцу и матери в следующих словах. Воевода-стратик нашего города собрал всех девиц города и сказал мне, «Выбери себе из них кого хочешь на помощь и сверстниться себе». Я, глядев, посмотрел их всех и приметил одну, прекраснейшую из всех, с лицом светящимся, украшенную многими золотыми манистами и жемчугом и украшениями. Имя ей было София. Ее я избрал. Родители поняли, что Господь дает отроку Деву Софию, то есть премудрость. Возрадовались духом и со старанием стали учить Константина не только к книжному учению, но и богоугодному добронравию, премудрости духовной. «Сыне», — говорили они Константину словами Соломона, «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижале сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». Притча 7 глава с 1 по 4 стих «Премудрость сияет светлее солнца, и если ее будешь иметь в своей помощнице, она избавит тебя от многого зла». Святой Константин учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Он изучил гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме того, он изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и другие светские науки. А также знал языки – латинский, сирийский и другие. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени, но особенно прилежно изучал творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающееся познание святой Константин получил прозвание философа Мудрого. Хотя святой воспитывался при царском дворе вместе с юным императором Михаилом и мог занять высокое положение, он помнил о своей подруге, поэтому и отказался от знатной невесты. Когда святой Константин был возведен в Иерейский сан, его одновременно поставили хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Вот от этого-то избранника Софии и получило свое начало русское православие. Так промысел Божий и святой Софии он был подготавляем к апостольской миссии у славян. После принятия священства святой Константин, стремясь к уединению, оставался в Царьграде недолго. Он тайно ушел и скрылся в одном из монастырей. Только через полгода императору удалось найти его и уговорить быть учителем философии в главном Константинопольском училище. Святой Константин возвратился в Царьград. Со времени вступления на проповедь и общественно-церковное служение проявилась его строгая ревность в утверждении православия. Первые прения были с вождем еретиков и иконоборцем Ании. Мудрость и сила веры еще совсем молодого философа святого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков и иконоборцев престарелого Ании. После этой победы Константин был послан императором в 851 году на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами, мусульманами. Это было первое миссионерское путешествие святого, совершенное им в 24 года. Святой Константин так умело отставил истинность православной веры и так обличал ложность учения мусульман, что сарацинские мудрецы, не зная, что ему отвечать, пытались отравить святого. Но Господь сохранил своего раба невредимым. По возвращении от сарацин святой отказался от почетной должности учителя философии и поселился в монастыре на Олимпе, где подвязался его старший брат, святой Мефодий, 815 по 885 год. Память 6 до 19 апреля. Несколько лет он провел в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. На Олимпе он стал изучать славянский язык, познакомився с древнееврейской и коптской письменностью. В 858 году в Царьград пришли послы от Хазар с просьбой прислать к ним ученого мужа, чтобы он обличил неправду сарацинских и еврейских проповедников, стремившись обратить Хазар в свою веру. Император Михаил III направил Хазаром для проповеди Евангелия святого Константина. Вместе с ним отправился и его святой брат Мефодий. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуне, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, Папы Римского, 101 год, память 25 ноября и 8 декабря. Там же, в Корсуне, святой Константин нашел Евангелие и Псалтырь, написанные русскими буквами, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к Хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. Убежденную проповедью хазарский князь и с ним весь народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ним на родину всех греческих пленников. И 200 человек были отпущены на свободу и возвратились на родину. На пути домой братья снова посетили Корсунь. И в 862 году или 863 году, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвязался прежде. Вскоре в 862 году или 863 году пришли к императору послы от маравского князя Ростислава, притесняя ему немецкими епископами, с просьбой прислать маравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Выбор императора Павла Святого Константина, уже подготовленного промыслом Божиим к великой миссии среди славянских народов. Император призвал его, сказал, «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Несмотря на болезнь, Святой Константин с радостью взялся за исполнение послушания. Как и всякое дело, он начал подвиг просвещения славян с молитвы, а затем наложил на себя сорокадневный пост. В скором времени Бог, слушающий молитвы рабов своих, исполнил то, о чем просил его верный слуга. Святой Константин составил азбуку для славян, глаголицу, а затем с помощью брата и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра продолжил перевод греческих священных книг на славянский язык. Первая переведенная Святым Константином книга была Евангелие от Иоанна. Была переведена та же следована и Псалтырь, включавшая тексты тропарей и кондаков, праздников и святых, различные тексты священного писания и богослужебных книг. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Этот славный подвиг святого Кирилла явился основой великого дела приобщения славян в христианской вере и культуре. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Борьба святого Константина за самостоятельность славянских народов усложнялась тем, что дело просвещения славян было начато в Моравии, в стране, находившейся под римским влиянием. Немецкие священники, стоявшие во главе христианской церкви Моравии, всячески препятствовали введению богослужения на славянском языке, считая, что оно должно совершаться только на трех языках — еврейском, латинском и греческом. Святой Константин отвечал им, «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопьет, «Пойте Господу вся земля, хвалите Господа все народы, все дыщащее дохвалит Господа». Из Святого Евангелия сказано, «Итак, идите, научите все народы, немецкие епископы были посоромлены. Святые братья неутомимо готовились к служителям новой церкви. Под их руководством Моравский князь начал постройку храмов и собрал много отроков для обучения славянской азбуки и чтению переведенных книг. В короткое время Святой Константин со своими учениками перевел церковное чинопоследование и ввел в обиход все богослужения по уставу. Этим было положено начало образованию самостоятельных славянских церквей. Но враги дела просвещения славян продолжали им препятствовать. Они донесли на святых Кирилла и Мефодия, папе римскому Николаю I, обвинив их в ереси. Папа вызвал святых братьев в Рим. Взяв с собой часть мощей священномученика Климента, они отправились в новое путешествие, очень неблагоприятное для здоровья святого Константина. Путь их лежал через славянские земли. В Панунии по просьбе князя Кацела они обучили его и 50 юношей славянской азбуки. При прощании князь хотел одолеть святых проповедников, но они не пожелали взять от Кацела так же, как и от Ростислава Маравского, ни серебра, ни золота. Евангельское слово они проповедовали безвозмездно и только испросили свободу у обоих для 900 греческих пленников. В Венеции братья сделали еще одну остановку. Там святой Константин снова вел горячие споры с трехязычниками. Он доказывал право каждого народа на свою письменность и ссылался на священное писание и опыт ряда народов – армян, перцев, грузин, готов, аваров, хазар, арабов, сирийцев и другие, изданно имевших свою письменность. Перед прибытием святых в Рим умер Папа Николай I. Новый Папа Адриан II был настроен к святым братьям дружелюбно и встретил их торжественно, тем более, что они несли мощи священномученика Климента. Папа Адриан II признал славянский язык в священном писании и литургии, однако отпускать братьев для дальнейшей проповеди в славянские земли не спешил. Постоянные усиленные учения занятия святого Константин с самых ранних лет его жизни рано ослабили его телесные силы и без того не очень крепкие. Апостольские труды среди славян и долгие путешествия еще более расстроили их. В Риме он скоро почувствовал в себе болезнь уже смертную. Однажды, когда уже протекло много дней его болезни, удостоившись некоторого утешительного видения, он вдруг начал петь Псалом Давидов. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом, Господень». Псалом 121, 1 стих. Он облегся в лучшие свои одежды и целый день провел в них, радуясь о Господе. Наконец сказал, «Отсели не с ас не царю слуго, ни иному кому на земле, но только Богу Вседержителю». И в следующий день утром в знак совершенного отречения от мира принял схему. Между тем жизнь в нем все слабело и слабело. Через 50 дней по пострижению он почувствовал, что уже приспело время отшествия от всей жизни. Час его, уреченный Господом, настал. А с тем вместе открылась и вся полнота его любви к своим духовным чадам. О спасении коих он и в страшные минуты своей смерти не переставал отечечески заботиться. Провидя духом судьбу славян со всех сторон, окруженных хищными волками, святой Кирилл в последний раз, воздевая праведные руки свои к небу, и слезно умоляет Господа, чтобы он сохранил это верное свое стадо, избавил его от безбожной злобы, от всякого многоречивого и хульного иеретического языка, возрастил церковь свою, всех призвал к единодушию, единомыслию в вере, вдохнул во всех слова своего учения. Не забыл он и сотрудников своих. Всех он облабузал, лап занял святым. Всем им молитвенно пожелал Божьей помощи избавиться от ловитвы врагов их. Особенно трогательно было его последнее слово к брату своему, с которым от юности своей делил и скорби, и радости, и труд, и покой, на которого возлагал теперь всю надежду в благом делании. Мы были с тобой, брат, как пара валов, одну ниву возделывающих. И вот я падаю на бразде, окончив день свой, а ты знаю, любишь гору Олимп, но из-за нее не оставляй просвещения славян. С такими святыми чувствами мирно отошел ко Господу верный делатель в дому его на 42-м году своей жизни, в 14-й день февраля 869 года. Равновременная кончина Христова философа причинила тяжкую потерю не только ближайшим сотрудникам его, но и всей Церкви Православной. В нем лишилась она одной из самых даровитых и ревностных учителей и защитников веры святой. По распоряжении Папы Адриана ко гробу почившего угодника Божия должны были представить все, и греки, бывшие тогда в Риме, и римляне, петь над ним погребальные песни со свечами и проводить ее с полной торжественностью, как бы проводили его с самого Папу. Всякое усердие к нему было принято Папой как дело истинно богоугодное. Святой Мефодий обвел Папе, что их мать заповедала им, чтобы тот из них, кто переживет другого, непременно перенес отшедшего ко Господу в свой монастырь. Адриан так и велел было сделать. Для этого, по его же приказанию, гроб почившего был поставлен в особый ящик и забит гвоздями. По истечению семи дней после того, когда все еще шли и приготовления к пути, римские епископы стали просить Папу оставить мощь из святого в Риме. После многих путешествий по разным странам, говорили они, Господь привел его наконец в Рим. Здесь и взял душу его. Прилично ему как мужу честному и покоиться здесь же. Принял Папа и эту просьбу, извив желание больше сделать. Если так, отвечал он епископом, то из уважения к святости почившего и из любви к нему я, приступив в обычай римский, погребу его в моем собственном гробе в церкви святого Петра. Ясно открывалось из всего этого, что сам Господь избирал Рим вместо вечного успокоения для святого пришельца с востока, дабы он и по смерти своей не переставал обличать павство в уклонение о чистоты учения первобытной церкви Христовой, оставаясь вместе представителем пред Господом о новообращенных чадах своих в землях славянских, смущаемых кознями вражами. Святой Мефодий понял намерение Божие и оставил прежнее свое желание. Но чтобы с одной стороны сделать доступнее святыню для истинных чтителей ее, а с другой отклонить от нее земное величие, которого избегал при жизни смиренный слуга Христов, и с тем вместе очевиднее показать намерение Божие о ней. Он решился просить папу положить честные останки единокровного сотрудника своего не в гробе папском, а в храме святого Климента, с мощами которого они пришли в Рим. Папа и на это охотно согласился, по его повелению немедленно собрались епископы, иноки и народ. И с подобающей честью проводились святые останки до означенной церкви. При этом Господу было угодно земные почести, достойно оказанную усопшему, праведнику, запечатлеть знамением своей силы. В храме епископы хотели посмотреть, не похищена ли какая часть от святых мощей. Но сколько они не силились, не могли вынуть гвоздей, которыми был заколочен гроб. Так вместе с ящиком и поставили они гроб по правую сторону алтаря. Вскоре гроб святого сделался источником многоразличных судес и дарования Божьей. Чем более обнаружила сила благодати, которую стяжал на небе угодник Божий, тем более возрастало благоговение к нему. Римляне поставили на гробе иконы его, день и ночь возжигали лилей перед ней, воздавая хвалу Богу, прославляющему прославляющих его. В том обстоятельстве, что предсвятитель, славян святой Кирилл, скончался и погребен в Риме, издревле увидели великую славу его, равную славе первого верховных апостолов. В каноне святому Кириллу, составленном еще в IX веке, помещен стих следующего содержания. «Господь Бог повелел ему с ними, то есть апостолами Петром и Павлом, причастный покой приятий, как третьему после них свершителю своего смотрите, как светило, выполняющему лучами славы своей, сияние двух верховных светил». Нельзя не увидеть глубоко знаменательного значения в том, что святой Кирилл погребен в церкви святого Климента. Святой Мефодий, отклонив почетное предложение папы Адриана похоронить брата в Ватикане в пышной папской гробнице и избрав местом вечно покой для него бедную, забытую церковь святого Климента, тем засвидетельствовал, что апостолу восточного православия подобало почивать не среди папских гробниц в Ватиканском храме, представляющим собой в настоящее время, по мнению многих, скорее пышный мамзолей и апофеоз папства, нежели дом молитвы, а именно здесь, в сверке святого Климента, которая одна из всех римских церквей через много веков сохранила в себе характер православного храма первых времен христианства, как бы для того, чтобы стать достойным и знаменательно огромным памятником святого Климента и Кирилла, которые оба, как истинные преемники апостолов, едиными устой и единым сердцем исповедовали единую святую соборную апостольскую церковь. Память равноапостольного Кирилла отмечается также 11-24 мая вместе с памяти святого брата Мефодия. В иконографическом предании древних церквей святой равноапостольный Кирилл изображается в святительских одеждах, как, например, на фреске Софийского собора в Киеве или фреске IX века в церкви святого Климента в Риме, где изображается посвящение святого Кирилла в епископа или на миниатюре из кенисбергского списка летописи конца XV века. Эти факты свидетельствуют о том, что святой Кирилл был в сане епископа. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!